вы на канале лекарственные растения всем привет это растение зарекомендовала себя как ядовитое однако широко используется в официальной и народной медицине как лучший продукт от рака а его спелые ягоды применяют в приготовлении различных блюд из них готовят варенье кисель и делают начинки для выпечки послен черный известен также как поздника вороняшка или бздника вид рода послен семейства посленовые представитель культуры насчитывающий более полутора тысяч видов есть окультуренный послен санбери родом из евразии интродуцированная в америку и австралию кустарник с прямо стоячим стеблем высотой 10 120 сантиметров листья простые очередные черешковые цветки белые звездообразные собраны по 3 8 в боковые полузонтики тычинок 5 пистик 1 лепестков 5 цветет со второй половины лета до глубокой осени у нас в сочи цветет вплоть до следующей весны сейчас февраль и послен до сих пор с цветами а на веточках висят спелые и зеленые ягодки плод шаровидная черная ягода размером 8 10 миллиметров обычно созревающая в августе октябре траву и листья следует заготавливать в течение лета и сушить на свежем воздухе в тени плоды собирают поздней осенью когда они уже полностью созрели ягоды кушать свежими можно но только поспевшие так как в незрелых плодах вороняшки содержится ядовитый алкалоид солонидин присутствующий форме гликоалкалоида солонина при созревании он полностью разрушается а вот в медицинских целях используют и спелые и не спелые ягодки а также листья и корни растения активные вещества послена это сахара витамины фитостерин дубильные вещества антоцианы полисахариды сапонины каротин лимонная и аскорбиновая кислоты алкалоиды гликозид дулькомарин и глико алкалоиды вороняшка способна защитить от возникновения рака противоопухолевые свойства растения реализуются за счет высокого содержания салосанина саламаргина и солонина активно блокирующих процесс перерождения здоровых клеток из научно-познавательного фильма вышедшего 1 февраля мы узнали что здоровая клетка сначала делится затем растет созревает потом стареет и умирает но из-за определенного ряда причин клетка способна утратить данное ограничение и может не погибнуть а начать беспорядочно делиться сильнодействующие глико алкалоида послона черного блокирует тот самый процесс перерождения из здоровой клетки в раковую взника с древности применялась как противовоспалительное противоболевое противоопухолевое средство с такими же показаниями растение применяется и в народной медицине современные научные исследования выявили ряд полезных свойств растения у плодов корней и травы послёна определены противоопухолевые антиоксидантные противовоспалительные гепатопротективные мочегонные антиперитические антигельминтинные успокаивающие и гипотонические свойства части растения с цветами и недозревшими ягодками я собрала в основном для использования примочек компрессов и полоскания возможно один цветочек или листочек буду добавлять в чай совместно с другими лекарственными растениями спелых ягод на веточке было очень мало примерно 16 штучек и я их просто съела свежими они сладкие но со странным вкусом не могу сказать что приятные ароматные но есть можно а лучше делать из них варенье начинку для выпечки или соусы жмение сырых свежих плодов рекомендуется при гипертонической болезни для профилактики и лечения атеросклероза для терапии инфекционных болезней мочеполовой системы и воспалительных заболеваний кожи используются как легкое ослабительное средство а также они усиливают остроту зрения в народе поздники присвоены способности исцелять от опухоли злокачественного характера включая и рак крови при онкологии зачастую принимают вытяжки из плодов или цветущей травы считается что растение лечит цирроз а также гепатит любого происхождения алкогольного или лекарственного гипогликемическое действие растения положительно сказывается на показателях сахара в крови при сахарном диабете мазь и послёна используют при лишаях фурункулах язвах и гноющихся ранах листья вороняшки необходимо растереть в порошок и смешать с подсолнечным маслом в соотношении 1 к 4 полученной мазью смазывают 2-3 раза в день настой 2 столовые ложки сухих листьев залить 400 миллилитров кипящей воды емкость с настоем укутывают и выдерживают 2 часа употребляют после процеживания 3-4 раза в день по 100 миллилитров данное средство хорошо помогает при неврозах головных и ревматических болях болях в суставах можно использовать его в виде примочек при фурункулах или шаи отвар одну чайную ложку измельченной травы послёна заливают 250 миллилитров воды варят на водяной бане в течение 15 минут затем процеживают и принимают в течение 10 дней по одной чайной ложке 2 раза в день лекарство рекомендуется при кашле невралгиях колитах бронхиальной астме гастритах цистите а также при ревматизме и зудящей экземе растение частично ядовито это листья побеги корни и зеленые плоды сами же спелые ягоды безвредны но если употребить большое количество то можно вызвать образование газов препараты из ядовитых частей разрешено применять только после консультации своего лечащего врача с соблюдением дозировки правил приема и сроков противопоказаниями к применению препаратов на основе послёна черного может служить повышенная чувствительность к растению пониженное артериальное давление заболевание почек поджелудочной железы и печени аллергические реакции детский возраст до 12 лет беременность и период лактации а вообще вредное воздействие поздники может устранить мед а на сегодня все используйте лекарственные растения с умом берегите себя и своих близких всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале лекарственные растения